Привет! Эй, Трибуар! Ну, за кутуна вышел новый видосянчик, ну как новый, старый, потому что это ремейк. Как я поджег свою дачу, что называется? Анимация ремейк, давайте его глянем. Что, как я поджег свою дачу? Нафига он это сделал? Хе-хе-хе-хе, я прочитал и не понял, чё? Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое, поехали. А, правда, прежде чем начать смотреть, друзья, не забывайте подписываться на Бусти и на телеграм-канал, ссылочки в описании, буду вас всех там ждать. Всё, теперь поехали. На пейбол! Работай, сука! Ютуб, ты что, дружище, болен? Твои работы, я последний месяц недоволен. Я тоже недоволен, вот, прекрасно его понимаю, поэтому вас прошу подписаться на Бусти и на телеграм. У меня и подписки упали, и просмотры упали, и монетизации нету. Это пипец как печалит, поэтому, блин, очень буду благодарен, если подписаться. Прости, братан, я больше не играю, за мной следят с кокардами, ребята, намекаю. Не только так. Я надеюсь, мы не потеряем тебя, Зака, надеюсь, всё закончится, достала эта шняга. Отставить не при... Блин, на самом деле, на замедление пофигу, потому что можно его обойти, вот всё остальное, это жопа. Пиятности и панику долой, я жду всех в телеграме, подписчик дорогой. Ссылка в описании. Будучи великовозрастно и лечит... Нифига себе, блин, этот... Я хотел сказать сначала червь, а это нифига себе у него руки есть. Даже не получивший паспорт. Я творил немало херней. Да, мы дети все творили херней, ладно. Сути, весь мой канал про это. Но одно дело совершать херню по незнанию или случайности, и другое дело, потому что ты... Идиот! Вот сейчас специально поджог дачу, зачем? Лет нам было под 13-14... Нет, в 14 ты уже паспорт получаешь. Возраст, скажем так, богатый на... Эксперименты! Вот и мы тогда только начали постигать... Только тогда? А что не раньше? ...такой видосуга, как вписка. Правда, в то время... Я никогда на вписках не был в детстве. ...назвали это просто гоу на дачу. Благо, она была в пешей доступности. Что-то какая-то близкая дача, это уже не дача. Ну и разумеется, отдохнуть нам хотелось по-взрослому. Может даже лечь спать без света. Что? Обычно со светом спят? Я не знаю, как спать можно. Ай, блядь! Но, увы, в тот день мы выбрали другой атрибут типа взрослого человека. Сигареты. О, осуждаем. Это же так круто! Ничего крутого вообще отвратительно. Становиться зависимым от никотина, вдыхая облако ядовитых химикатов в свои легкие. Надеюсь, все поняли, что это шутка? Курение убивает. Да! Мы же хоть... Блядь, прикиньте, сигарета достала нож и все, и хана тебе. Если они были невероятно взрослыми и крутыми, все равно спалиться перед родителями не хотелось. В 13 лет, ну естественно. Так как в то время. Это даже сейчас типа не хочется, да? Не то что с сигаретой. Просто сматерясь рядом с ними, можно было забыть про сидячий образ жизни примерно на недельку. О, да. Смотря на современных детей, понимаю, что куда-то мы свернули не туда. Да, потому что теперь не сигарета, теперь вейп не пахнет. Слышь, си***йся отсюда, дядя. Я тебя сейчас плицую. Дышать воняешь. Дышать воняешь? Че? Господи, вы реально себя крутыми считаете? Конечно, дядя. За меня весь район знает. За тебя? Да-да, насрать надо тебя и на твоего района. Ну, я не знаю. Как по мне, все крутые пацаны не на лавках сидят. В игре играют, да? И за давно играют в ханкаист. Я так и думал. Это было очевидно. Так, мотнем, мотнем. Так вот, чтобы нас не застукали соседи и не рассказали родителям, курить мы лазили на чердак. Маленький, тесный чердак, в котором... Чердачочек. Он даже в полный рост не вставит. Доверху забитый соломой. Просто гениальное место для того, чтобы покурить, да? Ну, типа, искра, буря безумия. Что может пойти не так? Да, все будет хорошо, да. Не нужно думать, что мы совсем дегенераты. Как бы да, если все-таки положили. Это чуть-чуть нормальные. Так как по минимальной технике безопасности все-таки подумали. Для окурок поставили стеклянную банку с водой на металлическую основу. Выглядит надежно. Как швейцарские часы. Понятия не понимаю, где мы могли просчитаться. Но, немного погодя, сидя на первом этаже домика, общаясь и мечтая о том, кем станем, когда вырастим, вдруг слышим пронзительный крик от соседки по даче. Дом горит! Где-то за участком. Саша! Так, если что, моего брата зовут. Саша! Мы замолкли и начали переглядываться, надея... Ничего не чувствуете, да? И сообразить, кому адресован этот крик. Наверное, Саше. Ну, как бы логично. Саша, блядь, у тебя дача горит! Ты горишь? Вроде нет. Я не дача. Я тоже. Значит, не нам кричат. Пацаны. Мы сгорим, да? На чердаке никого не оставалось. Пожар! Остался! В тот же миг мы телепортируемся на улицу и смотрим на второй этаж. А может, надо было телепортироваться на второй этаж и тушить его? Чердак горит. Жесть! Ты же понимаешь, что произойдет, если сгорит дача. Пизда! Да, я понимаю, брат. Нам пизда. Да! Да-да! Да-да! Так, блядь, подниматься на второй этаж с ведрами, такое себе. Был бы шланг, было бы лучше. Кто-то забрался на крышу, кто-то подавал воду, но сил горстки подростков было недостаточно на помощь. Пришли они. Атака титанов! Соседи! Мужики! Хороши! Без окна, тушили огонь, женщины подавали воду и лечили раненых. Каких? Был хаос, все торопились, кричали, у меня паника, руки трясутся, вторая так даже надел кому-то ведро на голову. Все обидно. Интересно, ради... Туши теперь этим человеком. ...бители убьют нас быстро. У меня будто... Нет! Будут развлекаться. Ладно, перед глазами жизнь пролетела. Думал, никогда ее не потуши, но в конце концов, общими усилиями, сплавить... Ладно, я ушел, да? ...удалось справиться. От чердака, конечно, мало что осталось, но домик остался стоять. Благодаря соседям, дай бог вам здоровья. Соседи вообще красавчики. А что дальше? Разумеется, приехали пожарные. Спустя... Гениально, спасибо, мы с вами сами справились. ...пять минут, как мы все потушили. И я их не виню, приехали они достаточно быстро. Просто мы были быстрее. Мы, блин, качки. Но самое страшное ждало нас впереди. Потому что через пять минут приехали родители. Ну, пацаны, я слышал, что вашей бабушке уже сообщили. Ну еще бы. Идет? Пока, друзья. Спокойтесь. Ой, до завтра. Могли бы остаться и поддержать. Тучи сгущались. Ну, брат. Мы прожили хорошую, хоть и короткую жизнь. Вместе до конца. Из-за угла появляются они. Мама моего брата и бабуля. Хана вам, мелкие. Молитва не поможет, брат. Я за упокой. Хотя бы там будет хорошо, да? В тот вечер наши жгуты сияли так ярко, но еще бы, блин. Можно было освещать берега с маяка. Досталось, конечно, хорошечно. Слава богу, мы всю дачу не спалили. Боюсь, в таком случае... Тогда бы вы точно живы не остались. ...последствия для наших пятых точек были бы уже не... И не только для них. ...братимы. Что самое интересное, пожар произошел ровно через пять лет, день в день, после того, как на участке уже сгорел один домик. От короткого замыкания. Вот и не верь после этого в судьбу. Ну почему через пять лет-то, а не через год, например? А сегодня это все. Спички детям, не игрушки. Особенно с сигаретой. Дамы и господа. Ну, а если проще, думайте башкой перед тем, как лезть в солому с открытым огнем. А жопы целее будут. И не только жопу, но еще и дача. Офигенный ролик, как обычно, получился за кутуна. Спасибо ему большое. Это было поучительно. Да, вот берите пример человека, да. Не учитесь на своих ошибках, учитесь на чужих. Это самое гениальное решение. Классный ролик. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарии. Не забывайте нажимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.